Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Вы пишите о том, что не можете не ответить агрессии на агрессию, так как чувствуете, что вас прогибают. Как амортизировать и не чувствовать себя жертвой? Ситуация с мужем. У нас жерт будет меня утром, начинает ему сананово рассказывать, что куртка, которую мы купили ему велика, и что я заставил купить его из-за размера, кто хочет, чтобы я её обменяла. Я, ты выкинул бирки, у нас нет чеков, и по закону 14 дней для возврата. Уже прошли. Он чекит в пакете, я не нашла пакета, он находит пакет, швыряет рядом со мной, ему что-то пропущало в ответ, перечерстила пакет, ничего там нет, нахожу к нему на кухню, швыряю пакет на стол и ухожу. Закладает пакет, швыряет его в нем с ним, начинаю на него, я начинаю на него орать какого-то черта, наряд его ответа с книгами, орём друг на друга. Если наоборот свечу спокойно, чувствую себя проигравшим и начинает давить большепресни в разговоре, мне помогают, человек просто улыбается и уклоняется от разговора. Мы занят на работе, на работе, и такие вопросы делегировал мне. Плюс, он не говорит по-русски. Во-первых, это навыки бесконфликтного общения, это РАЛ. Два. Вам необходимо изучить психологическую игру скандал. Да, то есть у вас есть трудности с личными границами здесь. Вот. Потому что я не очень понял, правда ли это или нет, что вы его заставляли что-то купить. Если вы заставляли его что-то купить, то это больше... Про нарушение личных границ, следствие чего возникает ссоры. Дальше. Стоило бы поисследовать тему конкуренции между вами. На мой взгляд, вы конкурируете друг с другом достаточно сильно. Вот. И третье. Это, собственно, ваше неуверенность в себе. Вы, как бы, отношения воспринимаете как игру. Ну, следствие чего. Либо выигрываете, либо проигрываете. Но человек чувствует себя проигравшим или выигравшим, когда у него... Или выигравшим, когда он неуверен в себе. Поэтому то, в чем вы в себе сомневаетесь, то, в чем вы сами себя обесцениваете, и то, что вы в себе принижаете и пытаетесь игнорировать, нужно поисследовать и научиться выражать. Вот. Реакция мужа здесь абсолютно ни при чем. Как и разговоры. Здесь, скорее, демонстрация позиции важна. Не менее важно обратить внимание на то, что у вас между... Что у вас общего между вами и вашим мужем, что вас держит, если у ваших отношений потенциал. Следующая агрессия есть страх, а, соответственно, вы чего-то боитесь. Возможно, как бы, поработать за драком можно через раскрытие темы проигравшей, да. То есть, то, что вы чувствуете себя проигравшей, возможно, есть ключ к работе со страхом. Но нужно поисследовать. Поэтому выбирайте психолога и начинайте консультироваться. Я думаю, что помочь вам вполне возможно. Вот. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Всего доброго.